Добрый день, дорогие друзья! И с января 2020 года семья с маленькими детьми в России пообещали выплачивать так называемые путинские пособия. Вот как раз таки сейчас мы поговорим об этом с Сергеем Семеновым, начальником отдела СМИ, материнства и детства Министерства социальной политики Края. Добрый день! Здравствуйте! Ну и, соответственно, да, еще раз призываем вас звонить. Если есть какие-то вопросы, недоумения по поводу различных выплат, есть возможность прояснить эти самые вопросы. 822-616-263, телефон прямого эфира. Итак, что это за пособия и как их получить? Ну, вот такой вот главный вопрос определяющий. Значит, давайте сразу скажем, что есть достаточно большое количество мер поддержки, но все их условно можно поделить на две части. Есть меры поддержки, которые предоставляются семье в связи, ну, скажем, с определенной нуждой, когда семья нуждается в каким-то, именно в поддержке, да? А есть меры поддержки, которые введены в связи с тем, что необходимо изменить демографическую ситуацию. И вот как раз новые меры поддержки, это те, которые направлены в изменение демографической ситуации. Они были введены, если мы говорим о федеральных мерах поддержки, они были введены с 1 января 2018 года. Но в чем особенность? В том, что эти меры два года назад, когда они были введены, они были введены для ребеночка от ноля до полутора лет. И они выплачивались до полутора лет. И вот в прошлом году, в августе, было изменено законодательство, внесены изменения, и эти пособия продлили до трех лет. И теперь получается... И прожиточный минимум там еще, по-моему, по-моему... И он либо получает, либо уже отполучал, но ему еще не трех лет, соответственно, могут обращаться за продлением этих выплат. Механизм такой. Назначается пособие от ноля до года, потом снова обращается мама или семья от года до двух, и третий раз от двух до трех. То есть каждый год нужно снова собирать документы. Какие документы, кстати? Значит, основные документы. Заявление оформляется на месте. Нужно взять с собой паспорт. Нужно взять с собой свидетельство о рождении на ребенка. Нужно взять с собой доходы семьи за 12 месяцев. То есть на маму и на папу. Ну вот по поводу как раз доходов тоже. Вопросы по пограничным состояниям. Это всегда такая больная тема. То есть дети, рожденные после этого срока, а там кто условно за два дня до родился, не попадает. Всегда больно, но понятно, какая это должна быть точка отсчета. Но вот вчера в новостях у нас был сюжет про то, как семья не смогла получить эти выплаты, потому что там прожиточный минимум они превысили на 16 рублей, по-моему. То есть это вообще такие какие-то несерьезные копейки. Я понял вопрос. Да, смотрите, если это была ситуация прошлого года у семьи, тогда действовал прожиточный полтора прожиточных, полтора ПМа, мы говорим. Сегодня, то есть начиная с 1 января 2020 года, это два ПМа. То есть это существенная разница. Если человек не попал на размер 16 рублей, то точно он сейчас попадет. А если он сейчас не попадает, то ничего не поделаешь. Смотрите, нет, на самом деле не так все печально. Почему? Потому что, когда мы посмотрели доходы в январе, если мама находится в декрете, она не работает, то в феврале ситуация уже может измениться в меньшую сторону с точки зрения доходов. Ну так устроена статистика, арифметика. Через два месяца тоже может что-то измениться. Поэтому надо просто посмотреть, какая ситуация с доходами. Плюс я хочу сказать, что у нас ситуация, как произошло изменение между, допустим, декабрем и январем. Когда мы обращались в декабре, ну или граждане обращались в декабре, брались доходы, с которыми сопоставлялись за предыдущий год, это было за 2018 год. Если обращаются в этом году, уже в 2020, то берутся прожиточные, с чем сравниваются, за 2019 год. То есть, соответственно, изменились те уровни предельные, даже базовые, сам прожиточный минимум, с чем идет сопоставление. Поэтому ситуация меняется, надо гражданам обращаться повторно и смотреть, может ситуация появится. Да полную еще просто хотела эту же тему. Вопрос тоже поступил до эфира. То есть нужно, получается, доходы потерять каждого родителя, да? Такая ситуация. Вот родители в разводе, получается, и вот жена пришла подавать, уже новая семья пришла подавать документы тоже, и говорят, нужна справка о доходах вот того, там, первого мужа. А она говорит, я вообще не знаю, где, как, ну все, не контактируем мы. То есть, а говорят, нужно. Ну, ситуации бывают действительно очень разные. То есть иногда возможно взять справки дохода, там, мужа, да, бывшего мужа. А иногда это невозможно. Но есть одна норма, которая действует в законодательстве. Второй родитель должен содержать детей. Он должен предоставлять алименты, либо он должен содержать содержание. Если невозможно, ну, то есть нет совместного проживания и нет возможности предоставить доходы, значит, ты должен предоставить то содержание, которое предоставляет второй родитель. То есть это доход семьи, он должен быть. Это обязанность второго родителя предоставлять эти документы. То есть получается, что если нет связи со вторым родителем, первый должен условно получать 20 тысяч, он должен условно получать 40. Если он получает содержание от второго родителя на ребенка, то он в своих документах в заявлении указывает, что я получаю доходы в виде содержания на ребенка от второго родителя. Если не получает, тогда это же другой вопрос. То есть он говорит, я не получаю, ну и тогда, соответственно, он пытается через службу приставов взыскать их. А не получает, значит не получает. Он указывает в заявлении, что таких доходов нет. А если родители официально не работают и в службе занятости не состоят, то как подтвердить доход? Значит, у них нет доходов. Если нет доходов, если у них есть доходы, они их в заявлении указывают. Без подтверждения. Без подтверждения, то есть можно. И если индивидуальный предприниматель, то все так же? Ну, у него есть доходы, он их указывает. Он говорит, что я индивидуальный предприниматель и указывает доходы. Региональные же еще есть выводы? Да, есть еще региональная мера, которая начала действовать с 1 января 2020 года. То есть она тоже имеет статус демографический, она тоже в рамках предоставляется национального проекта «Демография». И, соответственно, она вот начала у нас работать с 1 января. Она распространяется или предоставляется на семьи, в которых родился третий или четвертый ребенок, начиная с 1 января 2020 года. Такие семьи уже есть. У нас уже есть семьи, которые тоже с учетом того, что ребенок только уже родился, они уже обратились в органы социальной защиты, собрали документы с тем, чтобы им назначили выплаты. Но здесь я бы как раз хотел сказать, если ребенок только родился, у вас есть время, у вас фактически есть полгода на то, чтобы обратиться, не надо бежать вот здесь и сейчас. У вас есть, ну, допустим, выплаты еще, вы получили по месту работы выплаты, когда женщина ушла в декрет, да. Если у вас нет нужды в денежных средствах здесь и сейчас, у вас есть почти, то есть 6-месячный запас по времени, чтобы спокойно собрать документы и выбрать время, подойти и оформить. Поэтому здесь спешки, на мой взгляд, не надо как бы спешить. Основное внимание, мне кажется, должно быть уделено родившему ребенку. А еще просто хотел эту же тему доуточнить тоже, ну, в какой-то степени такое пограничное состояние. Давно этот случай был, я могу в каких-то моментах ошибиться. Ну, допустим, в семье родился третий ребенок, по идее они могут рассчитывать как раз на выплаты, но дело в том, что первый ребенок уже там достиг 18-летнего возраста. Ну, для этих выплат разницы нет. То есть, вот для демографических выплат разницы нет, какой возраст предыдущих детей. Просто, насколько я помню, там как раз отказали в том факте, что у вас ребенок уже стал взрослым. Совершенно верно. Опять же, это опять же та же самая история, как целевая установка. Если выплаты связаны с демографическим развитием, да, то есть с демографической ситуацией, то там возраст предыдущих детей, он не важен. То есть, такая ситуация с материнским капиталом, такая ситуация вот с выплатами на первого ребенка, на второго ребенка, то есть на третьего ребенка, последующих, неважно. Если же мы говорим о выплатах, которые носят поддерживающий характер, то есть помощь, тогда если семья говорит, я сейчас многодетная семья, мне сейчас нужна помощь, тогда в семье должны быть три несовершеннолетних ребенка. А если у мамы один ребенок, которому 30 лет, одному 20 лет, да, одному вот у 17, то тогда эта семья точно не многодетная. Нет, ну там, допустим, вот только что родился, там условно 5 лет, и вот третий ребенок 18, тоже, ну сложно сказать, что вот человек стал самообеспеченным, да? Нет, мы не говорим про это, мы говорим о том, что у нас дети получают вот несовершеннолетние, либо несовершеннолетние. У нас получается в соответствии с семейным законодательством, как только гражданин достигает совершеннолетия 18 лет, он становится полностью дееспособным. Обязанности родителей остаются только в той части, если ребенок продолжается обучаться в школе. У нас в семейном кодексе записано, что пока ребенок обучается в школе, родители несут за него ответственность и обязанность по содержанию, питанию, воспитанию и так далее, и так далее. Как только человек закончил школу, как только ему стало 18 лет, он гражданин полностью дееспособный. Это вот, как это, дальше называется, это наши традиции. Мы, как бы, мы хотим в семье продолжать воспитывать ребенка, даже если ему 19, 20, мы хотим его содержать, мы хотим навязывать, как это, свою линию поведения. А ребенок, может быть, этого не хочет. Ну, закон, суровный закон, как говорится, в данном случае, ничего не поделаешь. А что делать, если, например, родители прописаны в одном регионе, а живут в другом? То есть, как нужно получать эти выплаты? Ехать обратно в свой ребенок? Значит, смотрите, если мы говорим про выплату на первого или на второго ребенка, то эта выплата, она предоставляется по месту регистрации, по месту временного пребывания, по месту фактического проживания. То есть, любой вариант, который у семьи сложился, семья может обращаться. То есть, возможно, она зарегистрирована где-то в другом субъекте, поскольку это мера общефедеральная, она действует на всей территории Российской Федерации. Но, если так сложилось, что семья сегодня здесь проживает, может, она приехала работать по контракту. Временно проживает, зарегистрировалась временно, или фактически проживает, она здесь может обратиться, здесь оформить эту меру поддержки, там, на первого, на второго ребенка, и здесь ее получать. Если мы говорим про третьего ребенка, то эта мера исключительно установлена в нашем субъекте, и она исключительно распространяется на жителей Красноярского края. То есть, допустим, там, в Хакасии зарегистрированные живут здесь, то нет? Нет. А на федеральные? На федеральные, да, пожалуйста. Так, ну и вот блок тоже, который был вчера озвучен президентом, да, вот меры поддержки, есть ли понимание, собственно, вот как это все материализуется? Для нас очень важно то, что было вчера озвучено в послании президента, поскольку, ну, во-первых, я хочу сказать, фактически президент, наверное, поставил точку в спорах, влияет меры поддержки на демографию, либо не влияет. Действительно влияет, и действительно президент сказал о том, что в продолжении этой работы, поскольку вопрос о демографии очень важен, соответственно, устанавливаются дополнительные меры поддержки, которые как раз будут в дальнейшем влиять на демографическую ситуацию. То есть, в первую очередь, это новые подходы по материнскому капиталу. То, что было предложено, материнский капитал на первого ребенка, материнский капитал на второго ребенка. И, фактически, ну, это не материнский капитал, но это тоже достаточно большие средства, которые будут направляться на гашение, вернее, это уже норма действующая, то есть направляется на гашение ипотечного кредита. Можно я вас прерву? У нас есть звонок. Давайте дадим возможность задать вопрос. Галина дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ваш вопрос. У меня вот такой вопрос. Мама с двумя детьми. Общий доход 33 тысячи. Одному ребенку 5 лет, другому 11. На какие доклады она может претендовать? Вопрос понятен. Значит, смотрите, я рекомендую зайти на сайт Министерства социальной политики. Значит, есть раздел, который называется «Социальная поддержка граждан» и, соответственно, «Социальная поддержка семьи с детьми». Есть различные разделы, связанные с рождением, с воспитанием, значит, для малобеспеченных семей и так далее. То есть надо зайти и посмотреть. Вот сначала ознакомиться с той информацией, которая размещена вот на сайте, на официальном сайте Министерства. Если останутся вопросы, я предлагаю позвонить уже тогда на горячую линию, и тогда уже индивидуально проговорить те моменты, которые есть. Кроме этого, можно обратиться, значит, в орган социальной защиты за консультацией и, как бы, проговорить. Здесь вот то, что удобно, то и надо сделать. Спасибо большое. Спасибо. Вот, да, если коротко, просто у вас времени совсем немного осталось, буквально минутка продолжить тему, собственно. Да, смотрите, да. То есть, соответственно, то есть вот в этом послании в самом главном, наверное, в самом первом блоке было обозначено, во-первых, средства, которые также направлены на демографию, да, то есть отдельно было выделено блоком, и они действительно влияют на демографическую ситуацию, ну, в целом, как в стране, так и у нас в Красноярском крае. И был блок вопрос, блок предложений, который касался изменения именно доходности населения. То есть был направлен на поддержку семей с детьми с низкими доходами, поскольку президент как раз сказал о том, что сегодня ситуация с бедностью, она тоже, по сути, является проблемой с точки зрения улучшения демографической ситуации. Поэтому решать проблему надо демографии как бы в двух направлениях. С одной стороны, мы должны бороться с бедностью, с другой стороны, мы должны стимулировать демографические процессы, то есть улучшение демографической ситуации. Поэтому вот эти вот меры, которые были предложены, выплата ежемесячных пособий от трех до семи лет, то есть, по сути говоря, мы же шли поэтапно к этому в целом, да? То есть сначала мы говорили о том, что необходимо предоставить пособие, пока женщина находится в декрете. И мы уже забыли про эти разговоры, потому что это было урегулировано фактически 20 лет назад. Затем встал вопрос о том, что, ну хорошо, в декрете она сидит, получает, но отпуск по уходу, он же до трех лет, а где наши выплаты до трех лет? И вот законодательство это появилось, то есть пособие установили до трех лет. Теперь уже на опережение президент сказал, да, но поскольку период взросления ребенка детско-садовского возраста, да, проблемы есть по здоровью, мама все время отлучается от работы, есть проблемы, давайте поддержим такую семью. И он предложил установить пособие ежемесячно для детей от трех до семи лет, да, с учетом требований по доходности. Если семья нуждается в поддержке, она будет получать. Если семья не нуждается, слава богу, что не нуждается. Слушай, спасибо большое, но эту тему нужно будет, конечно, отдельно еще раз проговорить. Ну, я думаю, вопросы возникнут по ходу реализации, наверное, этих предложений. У нас в гостях был Сергей Семенов, начальник отдела семьи, материнства и детства Министерства социальной политики КРА.